Привет, мой уважаемый зритель, с вами Finimor. Второй межзвездный объект проник в Солнечную систему. Случайность или разведка инопланетной цивилизации? Буквально только что, весь мир обсуждал вторжение в Солнечную систему звездного гостя, которую назвали Омуамуа. То ли это космический корабль пришельцев, то ли это обычный астероид, который просто похож на корабль пришельцев, увы, точно не знает никто. А факты говорят сами за себя, и увы, не в пользу обычного астероида. Об этом я рассказывал не раз на своем канале. Первой сенсацией и первым межзвездным объектом, который был замечен астрономами и как известно, прошел через нашу Солнечную систему, был Омуамуа, впервые обнаруженный в октябре 2017 года. Его появление вызвало интересные споры о его происхождении и способах его классификации. Многие исследователи утверждали, что слишком много отличий от стандартных представлений ученых о естественном происхождении объекта было отмечено. Форма, отсутствие кометного хвоста, кома, отсутствие газового облака при нагревании объекта Солнцем, большое содержание металла, но не камня и льда, как ожидалось. Но Омуамуа был обнаружен слишком поздно и более точно исследовать его не представилось возможным. Но вот новый объект, обнаруженный совсем недавно и получивший название 2i Борисов, появился в нашей Солнечной системе этим летом. Астроном-любитель Геннадий Борисов впервые заметил его в августе этого года и теперь у исследователя будет еще около года, чтобы наблюдать объект с помощью телескопов. Расчет траектории движения показал, что комета движется по гиперболе. Это значит, что пролетев мимо нас на ближайшем расстоянии 28 декабря 2019 года она навсегда покинет Солнечную систему. В честь ее первооткрывателя первую межзвездную комету переименовали в 2i Борисов. Теперь к ней прикованы взоры астрономов всего мира. В честь открытия этой кометы принадлежит Геннадию Борисову. Он работает в Крымском отделении астрономического научного центра и по совместительству инженер. В свободное от работы время он делает собственные телескопы, через которые и проводит свои наблюдения. 2i Борисов – это уже второе тело из иной звездной системы. Отсюда и обозначение 2i – второй интерстелар, то есть межзвездный, прилетевший к нам за последние два года. До него в 2017 году прилетел Омуамуа – 1i – астероид, по форме напоминающий огромную сигару. Его открыли при помощи телескопа PanStars. Астероид сначала приняли за комету, потом, так и не разглядев хвоста, решили, что это все-таки «малая планета», залетевшая к нам из какой-нибудь чужой галактики. Хотя находились и те, кто подозревал, что Омуамуа – корабль инопланетян. Собственно, само название, взятое из гавайского языка, означает «разведчик», «первопроходец». И вот, на нашем горизонте нарисовался новый пришелец – комета, которую сначала назвали S-2019Q-4. При том, что сначала она напоминала обычную комету. Специалистов поразила ее траектория, которая сильно отличалась от траекторий других объектов нашей Солнечной системы. Далее, сам Геннадий Борисов отвечает на наши вопросы. Расскажите, когда и как именно произошло само открытие? Ночью, за час до рассвета 30 августа 2019 года, которому телескоп был направлен в восточную область неба, туда, где восходит Солнце. В этом направлении не сильно любят смотреть исследователи. На крупных телескопов из-за массы проблем, возникающих с картинкой. Ведь в восточной части неба перед восходом наблюдателю особенно мешают атмосферные колебания. Но зато в этой области неба меньше конкуренции между профессионалами и любителями. И последние этим пользуются. И то, что я за последнего времени именно там нашел всю цепь предыдущей кометы, говорило мне, что я на правильном пути. Итак, вернемся к наблюдению. Я всю ночь дежурю у телескопа. Сейчас автономы не смотрят глазом в телескоп. Эта информация поступает на базу СФ в водоприемнике. Это цифровая фотокамера, которая наблюдала за меня. Утром я лег спать, а проснувшись, взялся за обработку снимков на компьютере. И на самом последнем кадре я нашел свою комету. С какой стороны ее ждать? В момент открытия и до недавнего времени она была в Северном полушарии. Несколько дней назад она пересекла эклиптику, то есть плоскость, в которой вращаются планеты нашей Солнечной системы. И сейчас постепенно входит в Южное полушарие. По мере приближения комета будет вот живина. И больше обсерватории ученых присоединится к наблюдениям и исследованиям. Впрочем, за ней уже сейчас наблюдают при помощи больших телескопов. К примеру, того, что расположен в Чили. Или космического телескопа Хаббл. Последний уже передал на Землю первые фотографии кометы. На ней отчетливо видно кома, каждый пылевой шлейф. Но ядро пока не видно. Как близко подлетит к нам ваша комета? Самое минимальное расстояние между нами составит 300 миллионов километров. Или две астрономические единицы. Кстати, таким этот момент будет и расстояние от кометы до Солнца. Светило не будет мешать наблюдениям? Нет. Солнце уже не будет мешать. Комета изменит в тому времени свой вектор. И наблюдать ее будет весьма удобно. В теле кометы обнаружен газ ЦИАН. Он имеется в кометах нашей Солнечной системы. ЦИАН – это самый обыкновенный для наших комет газ. Кстати, если газовое изъяние кометы имеет синематый оттенок, это как раз за счет ЦИАНа. Болевые кометы, как правило, имеют желтые или коричневые хвосты. От чего зависит длина хвоста? От расстояния кометы до Солнца. То есть от степени ее разогрева. Почему у кометы такая низкая отражающая способность с коэффициентом 0.04? Почти все кометы имеют низкое альмедо. Это за счет того, что они все очень темные. И когда летучие отражающие вещества, создающие шлейф, их покидают, остается голевая с более низкой темной поверхностью. В частности, у моей кометы поверхность оказалась еще и красноватой. С какой скоростью она летит? Когда я ее обнаружил, скорость была 32 км в секунду. При прохождении берегелия скоростью вылетится до 45 км в секунду. А затем, когда она начнет удаляться от нас бесконечной, скорость снова смеется. Солнце ее остановить и захватить на свою орбиту не сможет. Астероид Омуамуа, открытый в 2017 году, тоже летел по гиперболе? Да. Поначалу у него пытались обнаружить кометную активность. А потом, когда увидели, что с него ничего не испаряется, окончательно определили эстероид. Как узнали, что он имеет сигароподобную форму? Конечно. Ее никто не видел воочию. Определились только по фотометрии. Поскольку превращение объекта ярко сменялось. По степени изменения этого преска и поняли, что объект имеет выкинутую форму. О форме вашей кометы уже можно говорить? Ну как трудно сказать, какая она. Когда подлетит поближе, тогда и увидим. По первым предварительным наблюдениям получается, что она очень похожа на кометы нашей звездной системы. Согласно этому, исследователи делают вывод о том, что условие формирования нашей Солнечной системы не уникален. И далеко за ее пределами может быть много других земель. Это значительно больше времени, чем те несколько недель, которые удалось понаблюдать за Омуамуа. Новый объект больше, чем Омуамуа и имеет ярко выраженную кому. Конечно, главный для ученых вопрос, возникающий из-за появления этих межзвездных объектов, откуда они взялись. Легким ответом будет то, что они являются гостями, выброшенными из других Солнечных систем. Но на первый взгляд, есть проблема с этой теорией, утверждают исследователи, тщательно изучившие примерно 4 тысячи подтвержденных планет за пределами нашей Солнечной системы. Показывает, что большинство планет расположены слишком близко к своим родительским звездам, чтобы они могли вытолкнуть астероид. Подобные астероиды скорее останутся на орбите в системах, где они сформировались. Так откуда берутся эти межзвездные объекты? Некоторые ученые предполагают, что межзвездные объекты могли быть выброшены большими новорожденными планетами, вращающимися дальше от своих Солнц, которые образовали явные промежутки в космических слоях газа и пыли, которые астрономы называют протопланетарными дисками. Когда звезда только что образовалась, она окружила тонким вращающим протопланетным диском из плотного газа и пыли. Диск – это изменчивая среда, в которой газ и пыль нагреваются молодой звездой, а также гравитационная энергия звезды, приводящая к движению с толкновением и в конечном итоге образованию планеты. Хотя большинство известных планет образуются вблизи Солнца, есть такие, которые развиваются намного дольше и создают большие проблемы в таком протопланетарном диске. Это более далекие планеты, способные выбрасывать материал, который может покинуть домашние Солнечные системы. Эта идея хоть как-то объясняет высокую плотность этих объектов, дривующих в межзвездном пространстве. И вот ничего не было вокруг и опять. Второй за два года межзвездный посетитель Солнечной системы. Астрономы Ельского университета только что завершили исследование объекта и предположили, что подобные странные посетители из других систем будут продолжать прилетать. Мы ожидаем, что несколько больших объектов появляются каждый год, говорят они. Количество меньших по размеру объектов, входящих в Солнечную систему, может достигать сотен каждый год. Астрономы говорят, что с появлением новой, более совершенной технологии появится возможность наблюдения за теми объектами, которые мы раньше просто упускали из виду. Утверждать, что эти объекты являются продуктом технологии других, звездных цивилизаций, нет никаких веских оснований. Как стало известно, опубликованы новые данные из межзвездного пространства, полученные зондом Voyager 2. Зонд Voyager 2 действительно находится в межзвездном пространстве и оно значительно отличается по своим характеристикам от Солнечной системы. Это следует из данных, присланных зондом на Землю и опубликованных в научном издании «Натуры астрономы». Voyager 2 стартовал 20 августа 1977 года в рамках программы Voyager для исследования дальних планет Солнечной системы. Первоначально его задача включала изучение только Юпитера, Сатурна и их спутников. Несмотря на свой номер, аппарат был запущен на 16 дней раньше своего двойника. Однако Voyager 1 вскоре обогнал его и вышел в межзвездное пространство значительно раньше, в августе 2012 года. Voyager 2 эту границу пересек лишь год назад, 5 ноября 2018 года, находясь на тот момент в 18 миллиардах километров от Земли. Стоит отметить, что различные астрофизики по-разному определяют границы Солнечной системы, если считать, что это расстояние, на котором гравитация светила, перестает влиять на объекты. Ни один из Voyager еще долго ее не достигнет. Тем не менее, тот факт, что оба космических аппарата находятся в межзвездном пространстве, сомнения в целом не подвергаются, поскольку оба они пересекли границу, где солнечный ветер практически затихает. Этот рубеж получил название Гелиопаузы, а за ним начинается межзвездное пространство, для которой характерна иная среда. Считается, что написанная в прошлом веке научная статья Владимира Баранова, Константина Краснобаева и Андрея Куликовского на эту тему, во многом предопределила столь смелые задачи миссии Voyager, изначально подразумевавших лишь изучение планет Солнечной системы. Одной из особенностей межзвездного пространства является обилие космических лучей и частиц, ускоренных взрывающимися звездами. Гельосфера уменьшает их количество примерно на 70%. Как отмечается в пресс-релизе американского аэрокосмического агентства НАСА, приборы на борту зонда действительно зафиксировали значительные изменения, то есть Voyager 2 действительно находится в новой, неизвестной области космоса. Ну вот, теперь вы знаете, что в Солнечной системе появился новый гость из далекого космоса. Комета 2и Борисов приблизится к Земле на ближайшее расстояние 28 декабря 2019 года. И, возможно, он, как и его предшественник, это не просто астероид или комета. Также вам стало известно, что Voyager 2 действительно сейчас находится в совершенно неизвестной и неизученной новой области космоса. Понравился выпуск? Поставь лайк, подпишись на канал, поделись этим выпуском со всеми, напиши в комментарии, что ты думаешь об этом. Ну а с вами был Фенимур, мира вам и процветания. Пока!